Давненько я не ездил на японских машинах, пора менять эту тенденцию вместе с Suzuki SX4. Выпускается этот кроссовер, впрочем, отнюдь не в Японии, а в Венгрии. Там у Suzuki еще с социалистических времен налажено производство. Рестайлинговая версия модели получила агрессивную радиаторную решетку и современные светодиодные фары. По габаритам это типичный представитель B-сегмента. Конкуренты. Hyundai, Creta, Kia, Seltos, Geely, Coolray. Стоимость тестового автомобиля 2 миллиона 550 тысяч рублей. Но это топовая версия. Базовая модификация оценивается на полмиллиона дешевле. Интерьер, конечно, не последний писк моды, но качество отделки пристойное. Многие конкуренты на ней экономят. Но немолодой возраст подчеркивает аналоговая панель приборов и скромный всего-навсего 7-дюймовый экран медиасистемы. К качеству изображения, впрочем, претензий нет. А вот ползунок регулятора громкости оказался откровенно неудобным. Привычные крутилки были бы лучше. Задний ряд весьма просторен. Но похоже, что японцы ради этого пожертвовали вместительностью багажника. Место здесь впритык. И это при том, что под полом не полноразмерное запасное колесо, а компактная докатка. Дизельных двигателей в России у этой модели никогда не было. Только бензиновый атмосферник. Или, как в нашем случае, турбомотор. У него алюминиевый блок цилиндров. Непосредственный впрыск топлива и рабочий объем 1,4 литра. Мощность 140 лошадиных сил. Он бойко ускоряет машину с самых низов и не скисает наверху. До сотни разгоняется за 10,2 секунды. Для городского авто этого более чем достаточно. Главный козырь этого кроссовера – зажигательная управляемость. В поворотах он устойчивый и молниеносно откликается на руль. Шасси понятно и грамотно настроено. Отрадно, что плавность хода в жертву не принесена. Неровности автомобиль минует без особой тряски. В отличие от подавляющего большинства одноклассников, у Сузуки можно заблокировать многодисковую муфту подключения задних колес. Это добавляет уверенности на бездорожье. Но голову терять не стоит. Клиренс-то далеко не рекордный – 180 мм. Так что при неосмотрительном вождении запросто можно посадить машину на брюхо. SX-4 порадовал бойким характером, но дизайн, увы, уже старомоден. А для многих это важный фактор при выборе автомобиля.